Дагестанец из Манчестера, боец UFC Мухаммад Макаев впервые за 10 лет приехал на родину. Здесь спортсмен уже больше двух недель тренируется в ведущих бойцовских и борцовских клубах. Макаеву всего 21 и он мечтает стать самым молодым чемпионом лиги в истории. О том, какие навыки восходящая звезда ММА оттачивает в Дагестане, узнал Курбан Рагимов. Ему слово. Этим разящим ударом в прыжке Мухаммад Макаев свалил с ног, а затем задушил своего первого соперника в UFC. Сразу после ударного дебюта уроженец Буйнакска с британским паспортом нашел время посетить родной край. Здесь он не был 10 лет, признается, скучал по людям и домашней кухне, но отдыхать времени сейчас нет. Хотел кушать дагестанское, сущенную колбасу. У нас как за границей, кто там привезется, сущенную колбасу там одна, мы можем ее месяц там. Раритет, да? Да, месяц ее резать по кусочкам, а здесь можно целый день накушать. Я как приехал, два-три дня там по гостям походил, понял, что я весь начну набирать, мне надо тренироваться. Нельзя вот, я понял, что столько внимания этого всего, я знал, что меня люди поддерживают, мне надо выигрывать бои, мне нельзя расслабляться. Как сказать, в Дагестане никто не хочет задних давать, знаешь, как устанут, но все равно, да, как сойдут. Мне это нравится, это как в бою. Находясь в Дагестане, Мухаммад не мог не попасть в зал вольной борьбы. Школа Динамо, кузница борцов мирового класса, именно здесь боицы и все оттачивают свои борцовские навыки. Вольную борьбу специалисты считают лучшей основой для ММА. Макаев многократный чемпион Великобритании, но в Дагестане решил совершенствовать свое мастерство. Понимает, здесь всегда есть чему поучиться. Мечта о попадании на Олимпиаду не забыта, но пока у бойца другая цель. Моя цель стать самым молодым чемпионатом Великобритании, потом уже вернусь. А сколько времени у тебя, чтобы осуществить эту цель? Тебе сейчас 20 лет? Да. Еще два с половиной года у меня есть. Тренера хорошие, спарик, тепло в зале. И у них что-то, техника какая-то, которую я, может, не видел. Они мне показывают, объясняют. Даже молодые ребята у меня нет. Ну, эго, как бы гордость и спаситель. Младше меня кого-то помогает. Покажи. То есть все открыто для тебя? Конечно, конечно. Две тренировки в день. Одно занятие перед разговением, другое поздно ночью. Таков график бойца в месяц Рамадан. В дагестанском филиале клуба KHK Макаева опекает Эльдар Эльдаров. Главный тренер команды уверен, сборы в Дагестане заметно улучшат навыки спортсмена. Он долго не был дома, и сейчас каждый хочет уделить внимание, пригласить к себе, как это обычно бывает. И второй день за днем, и совмещать это с тренировками, конечно, ему нелегко. Но это его отличает тоже от других, несмотря на всю эту загруженность, встречи. Он с сумкой всегда, я вижу его в городе, он после каждого мероприятия приходит в зал, отрабатывает. И, конечно, ему это на пользу пойдет. И я думаю, сейчас самое время ему повариться в этой каше и еще больше окрепнуть, и показать, что он не только в Европе номер один, но и он может во всем мире быть номером один. Макаев – двукратный чемпион мира среди любителей. В UFC он провел пока один бой, уже известно имя второго соперника. 23 июля дагестанец из Манчестера встретится с 31-летним американцем Чарльзом Джонсоном. Этот поединок пройдет в главном карде турниров Великобритании. Я как раз этого и хотел, чтобы люди вот так говорили, что он хороший, опытный. Чтобы не говорили, что какой-то очередной Павел Банко, знаешь. И хороший боксер, хороший ударник. Он вроде олимпийской сборной по бегу был. Ну, мы же бегать там не будем. Поэтому все, что от моих силок я буду, я предложу усилий, режим тренировки. Все, что от меня зависит, я сделаю. А там уже клетки видно будет. До боя чуть меньше трех месяцев Макаев уже приступил к первому этапу подготовки. В Дагестане он решил остаться еще на две недели, а уже после планирует отправиться на сборы в США.